Сделаем счастливыми Хотят они этого или не хотят Но мы всех сделаем счастливыми Правильно? Мы будем бороться за мир До последней капли крови Вот так мы будем бороться за мир Хорошо А мы будем за счастье Мы заставим всех Стать веселыми и счастливыми Правильно? Благодарными Кто не благодарный, мы будем с ними очень Жестко беседовать Правильно? Я шучу, конечно, я шучу Хорошо, дорогие друзья, все, значит Мы продолжаем изучать Тору Конкретно мы изучаем благодарность Конкретно сегодня 88-й урок По книге мы уже заканчиваем Мы уже заканчиваем, нам осталась Пятая часть книги, 20% Мы уже прошли, я думаю, в 100 уроков Мы вложимся, как раз будет классно 100 уроков И сегодня, я так понял, что 10-я глава Которую мы сейчас изучаем Он решил нам показать глубину благодарности Как благодарность влияет не только на жизнь конкретного человека А глобально на мир, на приход Машеха На вот эти вот все глубины Как сказать Макро Есть микро, есть макро процессы Которые мы все являемся песчинками Вот в этом вот огромном-огромном мироздании И в этом огромном мироздании, где мы являемся песчинками Значит, как раз Каждый человек По Торе Должен рассматривать себя Как будто бы от него Зависит существование всего мира То есть, с одной стороны Что такое человек Эвелев Элим Пар паров Вообще Суета, сует Сколько там Миллиарды, миллиарды Почти 9 миллиардов людей живет в мире Каждый Получается За 80 лет сменяется полностью Все население мира Среднепродолжительной жизни 80 лет То есть, вот этих вот там 8-9 миллиардов Через 80 лет уже не будет никого Представляете вообще, да? Вот мы сейчас говорим Вау, там Один погиб, два погиб Десять Сто тысяч Десять тысяч Сто тысяч Страшные цифры Миллион А 9 миллиардов за 80 лет уйдут с этой земли Вообще никого не останется Но При том При всем при том Каждый человек от него зависит существование всего мира От его духовного уровня Не физически Духовный И вот, значит Здесь он нам в глубину сейчас ведет По вот этой вот системе И он нам говорит Смотри Первое Первое, он говорит Лучше не могло бы быть Вот я сегодня Когда готовился к уроку Я читал Я думаю Я буду лучше сейчас говорить От Равшла Маруша Потому что я не могу Вот то, что сегодня мы будем изучать Оно как бы Как сказать Вот у него, например У него были какие-то там Смертельные болезни Какие-то там долги колоссальные И так далее И он может сказать То, что он здесь говорит Он говорит такую вещь Если вы говорите Спасибо, когда вам хорошо Он говорит Это правильно Это правильно И это вам безусловно Поднимет настроение Это безусловно Спасет вас От каких-то Возможных Следующих проблем Потому что Тот, кто неблагодарный Он теряет даже то Что у него есть Всевышний Ему говорит А что тебе давать Если ты неблагодарный Теперь Значит Но Это как бы нормально То есть Это понятно Если тебе все нормально Так благодари Тебе будет хорошо И ты не потеряешь То, что у тебя есть И у тебя будет Прекрасное эмоциональное состояние И у тебя будет Счастье в жизни Все понятно А если он говорит Все плохо Он говорит Тогда Когда человек У которого все плохо Который страдает У него есть какая-то В жизни реальная проблема И когда он За это благодарит Говорит спасибо За то, что не получается У него Это притягивает Свет бесконечного Бога Еще больше Чем обычная благодарность Почему? Потому что Когда ты благодаришь За страдания Пишет он Да Это преодоление Природы человека И когда люди Благодарят за падение За проблемы За беды За болезни За лишения Когда идет Вообще полностью Все не так Как он хочет Да Там какие-то Ну вообще Все не так Как он хочет Когда человек Говорит спасибо За все И воспевает Хвалу Всевышнему За все свои Неудачи За трудности Это он говорит Вообще Изменение природы Человека Это привлекает Божественный свет В этот мир И Это конечно Он говорит Это Ну сверх Как сверхуровень Да Такой Он говорит Ну как Как можно Благодарить Всевышнего За такие подарки В кавычках Он говорит Ну как Это же Человеку Вообще Это очень сложно Он говорит Это можно Это можно Поддерживая В себе Совершенную Веру Что все Беды Это величайшие Блага В жизни И лучше Этого Ничего Быть не могло Представляете Человек Рыдать Таким образом Если он Послал тебе Какую-то Беду Болезнь Или Долги Это Спланировано В точности Так Чтобы получить Наилучший Результат И он Продолжает Нужно Всецело Верить В это И благодарить Всевышнего За благо Посланный Им По полчаса Каждый день И лишь После Получасового Благодарения Можно попросить Всевышнего Показать Что следует Исправить За что Совершить Раскаяние Какие Обязательства Взять на себя И так далее Значит Я сейчас Опять же Рассматриваю Два варианта Это Еще раз Повторю Это Я вместе С вами Изучаю Я не говорю Что это Вот так То есть Два варианта Мы рассматриваем Один человек Он говорит Нет Я Ну это Немыслимо Как можно Когда Сказали Там Плохой диагноз Случилось Какое-то Несчастье Человек Там потерял Большую сумму Денег Его Садят в тюрьму Не дай бог Да Или он уже Сидит в тюрьме Как он может За это Благодарить Всевышнего Хорошо Значит Вариант Первый Не благодарить То есть Те Кто не хотят Благодарить Не благодарят Улучшит он Свою ситуацию Явно нет Ну явно нет То есть Если человек Не благодарит А наоборот Грузится Он может ухудшить Улучшить он Не может Но если Все-таки Человек Который идет По совету Равашаламаруша Он Начинает Полчаса в день Благодарить И он Благодарит Всевышнего Спасибо Спасибо За все Что хорошее У него есть И конкретно За эту беду Что спасибо За эту беду Спасибо 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 Ты мне Вот ее дал Но ты же Лучше меня знаешь Что для меня лучше И значит Это беда Для чего-то Лучшего То есть Тут Даже сам Процесс Этот Он Уже Каким-то Образом Его Мне кажется Чуть-чуть Поднимает Поднимает Он его Поднимает Теперь Дальше Значит Он говорит Человек должен Верить В этот момент Что нет Никаких Бед Нет Никакого Зла В мире Все Хорошо Вы скажете Он обманывает Себя Да Это Выглядит Как Как Но тут Смотрите Тут нельзя сказать Что это выглядит Как обман Он Мы пока Не видели Конечную Точку А если Он выздоровеет Благодаря Этому А если Он в тюрьме Как был Юсеф Потом выйдет Из тюрьмы Станет Премьер Министром А если Он в тюрьме Например Там Значит Раскается Раскается А потом Выйдет И будет У него У меня Есть один Знакомый Он Как раз Перед судом Он Он в тюрьме Прямо Раскаялся Все Его прямо Из зала Суда Полностью Оправдали Отпустили Он стал Религиозным Человеком Родил Много Детей Много Сделал Добра Прекрасную Жизнь Прожил Но если Он Тогда Не попал В эту Яму Он бы Не стал Религиозным Потому Что до этого Он был Достаточно Преступный Такой элемент Он был Теперь дальше Он говорит Такую вещь Значит Человек У человека Наделенного Верой То есть Будущего Пока нет Если я вам Сейчас скажу Вы знаете Значит Сегодня Через Три часа Будет Затмение Солнца Вы мне Скажете Искак Ты врешь Откуда ты Знаешь Я скажу Я не вру Во-первых Я не вру То есть Пока не пройдет Эти три часа То есть Можно будет Сказать Вру или нет Только через Три часа Если не будет Затмение Солнца Но в данный момент Когда я говорю О будущем Это вопрос Веры Потому что Может быть Через Два часа Пятьдесят минут Будет Какой-то Атомный взрыв Например И будет Затмение Солнца Может же Потенциально Такое быть Может Может быть Через два с половиной Часа Извержение Вулкана И пыль Это закроет Все солнце Может Может Я не знаю Все что угодно Может быть Когда мы говорим О будущем То до момента Пока Это не произошло То это все Вопрос веры Теперь человек Который верит Что даже Беда Которая у него Есть Всевышний Хочет ему Добра И все К лучшему Пока Не произойдет То будущее Которое Произойдет Мы не можем Сказать Или он Правильно Думал Или неправильно Это вопрос Веры Поэтому Говорит Равшалом Арус Что Значит У человека Наделенного Верой Все трудности И проблемы Оборачиваются Благом За счет Его веры Само понятие зла Происходит от того Что человек хочет Чтобы Всевышний Смирился перед ним А когда этого Не происходит Человек Называет это злом Но если он сам Хочет смириться Перед Всевышним Перед волей Всевышним То понятие зла Исчезает Во всем происходящем Он пытается Найти Ответ на вопрос Почему Это происходит Со мной Всевышний Хочет направить Меня на определенный Путь А значит Это самое лучшее Что может случиться То есть он говорит Смотрите Люди У нас есть выбор Какой Или ты веришь В Бога Что он хочет тебе добра Все к лучшему И за счет этой веры Ты получаешь Какие-то чудеса И чем сложнее Испытание В котором ты находишься Тем Тем больший Рычаг Дает твоя вера Потому что Поверить то тяжело Что все к лучшему То есть Как было с Авраамом Его Бросили в печку Он верил Что Всевышний Его спасет Всевышний Его спас То есть Его брата Которого бросили За ним Авраама Да Авраама Вин Про отец Авраам Его брата Которого бросили За Авраамом Он сгорел Почему Он не верил Авраам верил Дальше Бог ему говорит Иди себе Значит Из своей страны Из своего города В ту землю Которую я тебе похожу Авраам верит Приходит там голод Он идет в Едипет И он все время верил Потом Бог ему говорит Убей своего сына Ицхака Он говорит Пожалуйста Вообще не вопрос Так это же против всего Что Бог ему до этого говорил Говорит У меня нет вопросов к Богу Я полностью смиряюсь Перед Всевышним Он же Бог Он же Творец Мироздания А кто такой я Я это набор историй О том Что во что я верю Что такое хорошо Что такое плохо Откуда все эти истории Откуда вся эта уверенность Что я знаю Как хорошо для меня Как плохо Это иллюзия какая-то Меня так воспитали Был Родился бы в Китае Воспитали бы китайцем Родился бы во Вьетнаме Вьетнамцем В Африке Африканцем То есть Человек живет В своей убежденности О себе Там один говорит Меня значит Меня зовут так У меня есть один знакомый У него У него значит Вдруг он В возрасте Там 20 лет Он узнает Что он оказывается Не сын своих родителей А он всю жизнь думал Что он сын своих родителей И он в это верил Представляете То есть Есть масса Всяких историй Когда человек Ну даже не так Масса историй Мы живем все В вере Я верю Что меня зовут Ицкак А может меня не Ицкак зовут То есть Меня так назвали Вероятно так Ицкак это я сам себя назвал А меня в детстве назвали Там Игорем Меня в детстве Родители назвали Если меня родители назвали Игорем Я всю жизнь верил Что я Игорь А оказалось Ицкак Понимаете То есть Человек живет В своей вере И когда человек верит Что Бог ему делает Только к лучшему Все хорошо То он своей верой Он переворачивает Свою следующую жизнь Или человек верит Что ему плохо Он своей верой Переворачивает Все в плохую сторону Но дальше Он нам говорит Такую вещь Посмотри хорошенько И увидишь добро Значит В итоге Он говорит Что Вся вообще Эта система Надо выйти Вот мне Например Вот этот вот Подход Я его Плохо воспринимаю Но Он говорит Смотри Ты же себя рассматриваешь Как отдельный элемент А ты не отдельный элемент Ты элемент Общей картины мира А в общей картине мира Что важно Важно Чтобы все люди Признали Бога Богом Что Бог Это Бог Царь Творец Хозяин мироздания И тогда Не будет никакого Здесь разбалансирования Все будет идти В одном резонансе И наступит То что называется Избавление То есть Если мы признаем Очевидное Что есть Бог Творец И он Хозяин Всего этого И если мы В это все Одновременно Узнаем И поверим То в этот день Будет Бог Один Имя Его едино И то количество И он проявится Во всей своей доброте И мир Перейдет На следующую ступень Развития Когда мы Захотим Истинного Избавления Пишет он Когда Всевышний Дарует нам Всю полноту Веры Избавление Придет без мучений Без бед Без войн С улыбкой Все улыбнутся И придет Избавитель Когда же так Будет Когда всем От избавления Будет нужно Только одно Чтобы все Все живущие От мала До велика Знали Что Бог Один Един Имя Его Едино Он Благой Благотворящее Все Как только Все в это Поверят Представляете То есть Давайте как Рассмотрим Это с точки Зрения Современных Знаний О мире О психологии Утверждают Какие-то Психологи Квантовые Психологи Ну в общем Неважно Кто Они утверждают Вещь достаточно Очевидную Что мы с вами Каждый человек Своей жизнью Своей верой Управляет Своей жизнью То есть Вот Марина Например Георгиевна Верит Что ей Помогут Какие-то Компрессы Чем занимается Марина Георгиевна Она ставит Себе Компрессы Правильно То есть Она верой Формирует Свою жизнь Вячеслав Лапшин Например Он верит В то Что надо делать Там Вот так вот Надо идти в Сибирь Например Да он верит Значит И что Вячеслав Лапшин Пошел он в Сибирь Кто-то верит Кто-то стал Например Президентом Какой-то страны Он верит Что надо Начинать войну И он начинает войну То есть Весь мир Построен на том Что какие-то люди Все люди Во что-то верят И каждый действует В соответствии Со своей верой Вот я например Верю что мне нужно Там сейчас найти Какую-то там Бочку Мне надо найти бочку Вот я Почему-то я подумал Что мне надо найти бочку Я сейчас Ищу бочку Да мне нужна в Израиле Бочка Деревянная Теперь Значит я начинаю Искать бочку И в итоге Бочка появится Я верю в то Что она появится Теперь Если Все люди В мире Все 9 миллиардов Каждый верит Во что-то одно Есть СМИ Средства массовой информации Они направляют Внимание людей И они направляют Веру людей То есть Одни качают Что надо воевать с теми Те качают Надо воевать с теми Эти Там в Израиле СМИ Вообще вот просто Для меня это очень Большая боль Что СМИ Они стравливают Людей в Израиле Друг с другом Они все время пишут Что там вот Религиозные плохие Религиозные СМИ Пишут что Нерелигиозные Там что-то не так делают Эти с теми Эти с теми То есть Внутри Израиля Очень Это проблема демократии В Израиле Так и в Америке Так То есть Там СМИ Они Как бы Так как они Свободные В кавычках Но свободные Это значит Они принадлежат Разным людям И все люди Имеют право Говорить то Что они хотят Они значит Между собой ругаются Полный хаос В странах Тоталитарных СМИ Принадлежат Власти Значит Там СМИ Стресса массовой Информации Качают народ Чтобы они все Стром ходили В Йемене Стром миллион Выходит Там Джихад Уничтожим Америку Израиль В России Значит Все за Путина Голосуют Все строем Идут Там Значит Война в Украине В Украине Нет мы Только вот Европа Только мы будем Ни как Прямо Ни грамма земли То есть Все формируется В странах Где СМИ Принадлежат Власти То там Все идут В одном направлении В странах Где СМИ Демократические Там все Друг с другом Ругаются Воюют Идет Конфликты То есть По большому счету В принципе СМИ Я считаю Огромный Враг Людей Средства Массовой Информации Потому что Именно они И управляют Мышлением Людей А что нужно Чтобы все Были счастливы Нужно просто Чтобы все Поверили Что Бог Один Имя Его Едино Он Добрый И все В мире Есть только Добро Представляете Если бы Все 8 миллиардов Людей Поверили В эту Простую Идею Сели бы Посмотрели бы На солнышко Сказали бы Ну че вообще Какой кайф Посмотрели бы На дерево Сказали бы Какой кайф Не перестали бы Мечтать Вот что происходит Сейчас Люди гоняются За тем Что у них Не хватает Из-за того Что они гоняются За тем Что у них Не хватает Они чувствуют себя Несчастными По факту Человеку Для того Чтобы прожить День Ему нужно Литр воды Килограмм еды Одежда И радоваться Все Вот радоваться Если он болеет Ему нужно в больнице То есть Что происходит Люди все время Гонятся за тем Чего у них нет За наживой Вот эти все Есть у него миллион Он хочет 2 Есть 2 Он хочет 4 Есть 4 8 И дальше пошло Поехало Вот этот весь круговорот Людей Которым плохо А если бы все Посмотрели наоборот Спасибо Всевышнему Какой кайф Какой кайф Солнце Весна Тут снежок Тут то Тут это Занялись бы Каждый Сделали бы метр вокруг себя Красивым Поблагодарили бы друг друга Еще Представляете Это же Все в наших руках Не давать взятки Быть добрыми Быть благодарными Быть честными Не воровать Если бы все так начали делать Представляете Как было бы хорошо Все Пришел Пришел бы тогда Это значит Избавитель Это Машех Мессия Это как признак того Что уже вот этот вот мир Мир наступил Теперь Но для того чтобы Пришел Машех Не он нас спасет А он будет показателем того Что мы сами осознали Что Всевышний добрый И мы таким образом Выводим Всевышнего Из изгнания Где он как будто бы находится И это изгнание возникает Когда Всевышним Думают плохо Словно То что он делает в мире Не к добру То есть Если мы думаем Что Бог зло Представляете Если мы думаем Что он делает зло Если мы думаем Что зло существует То мы все Чем больше людей В это верит Тем больше зла в мире Получается Мы сами создаем То зло В котором мы живем Вот и все Это очень неприятная ситуация Да Это очень хорошая ситуация Слава Богу Вот видите Я сам же в этой ситуации Поворачиваюсь в негатив Нет Это прекрасно Всевышний Вынужден То есть Тогда мы все увидим Не может человек жить во зле Плохо человеку Когда вокруг зло И мы все станем тогда добрыми И все будет хорошо Все Вот такая вот история Значит Дальше он пишет так Что Когда человек удовлетворяется И довольствуется волей Всевышнего Благословен он Как это угодно ему Богу Благословенному Тогда Здесь проявляется Царство Бога Поскольку Что такое царство Это Воля Всевышнего Когда мы принимаем Его волю И в хорошем И в то что нам кажется Нехорошим То в этот момент Мы усиливаем Свою связь со Всевышним И Тогда Бог проявляется Он проявляет Своё царство И Тогда Проявится его добро Потому что Бог это добро В общем Это сложная Такая тема Я вам скажу Значит Если весь мир Будет жить так Как хочет Всевышний То нет Большего проявления Всевышнего В этом мире То есть Если мы принимаем Его волю В любой ситуации Мы говорим Спасибо тебе Спасибо Когда ты делаешь Как я хочу Тут понятно То есть Человек доволен Когда всё идёт Как он хочет Но Именно Именно Проявить свою Веру во Всевышнего Это принять Его волю Когда Бог Делает не так Как я хочу Это и есть Как бы Воцарение Всевышнего В этом мире И Значит Нет большего Проявления Его царствования А этого Можно достичь Если люди Станут принимать Происходящее С ними С любовью Веря Что так угодно Всевышнему А значит И мы хотим Того же самого Другими словами Если мы смиримся Перед управлением Всевышнего Тогда в мире Проявится Царство Всевышнего И тогда Придёт Машех И будет вообще Всё хорошо Вот такая вот Сложная Схема Да Давайте переведём Опять на понятный Нам уровень Значит Если Если Происходит что-то Что Наталья Романцовна Или Дмитро Или Эльвира Со сложным именем ЛГВСВРИЛ Если что-то Не идёт Так как человек Хочет И он в этот момент Смиряется Перед волей Всевышнего Это и есть Прославление Всевышнего Он говорит Спасибо тебе Всевышний Я конечно Ждал другого Но Ты хозяин И в этот момент Человек Соединяется Со Всевышним И получает Возможность На исправление Того что Ему не нравится Потому что Всевышний Это добро Но иногда Бывает Что то что Человек Думает Добром Что для него Добро На самом деле Это зло Например Человек Значит Идёт Грабить банк Образно И он идёт Грабить банк И он опоздал На автобус То есть Он сумкой Такой идёт В сумке Автомат Опоздал на автобус Он говорит Ну что мне так Не везёт Ну почему Мне так не везёт А он Опоздал на автобус И без него Там его Сообщники Банк ограбили Всех убили А он остался жив И он после этого Что он скажет Повезло ему Или не повезло Один мой знакомый Ехал на машине И у него Когда он ехал на машине Он попал в аварию Попал он в аварию Это хорошо или не хорошо Это не хорошо Подумает Большинство людей Но когда его Привезли в больницу Проверили У него обнаружили опухоль Опухоль какую-то Злокачественную В очень ранней стадии И они эту опухоль Вырезали И без последствий Он после этого Жил ещё много лет Но если бы Он не попал в аварию Он очень был Здоровый человек В это время Опухоль бы росла 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 Доросла бы до момента Когда он У меня один Был приятель Который был Совершенно спортсмен Невероятного Уровня Невероятного здоровья Машина просто И он где-то Травмировался На тренировке Но он Не переставал Тренироваться У него что-то там Ну внутри У него была Какая-то ранка А эта ранка Развивалась У него уже Перитонит Какой-то Начался А он Из-за того Что он был Очень мощный Он на это Не обращал внимания В итоге Его с тренировки Прямо увезли В больницу И он в больнице Умер От заражения крови От перитонита И так далее То есть Вот того Которого спасли И только Он был такой же Машина просто Только из-за аварии Он попал на обследование А на обследование Обнаружилось Что у него опухоль В ранней стадии А второй Наоборот У него развивалась болезнь Но он из-за своего спорта Из-за того Что он был Мега здоровый И не ходил к врачам Он довел до того Что он умер Представляете Вот мы никогда не знаем Что хорошо для человека Что нет Поэтому мы должны верить Что все Что Всевышний делает Это к лучшему И с Божьей помощью Оно будет все хорошо И сегодня Мы изучаем Как раз Как будто бы На эту тему Урок Прямо Очень сильное Совпадение Называется Урок в этой книге Happiness Называется он The Art of Reframing Искусство рефрейминга Говорит нам Раф Зелик Плистин Такую вещь Он говорит Что человек Он не воспринимает Реальность вообще Вот есть То что произошло Событие Но человек На это событие Он реагирует Через интерпретацию Этого события Есть три типа интерпретации Есть нейтральная Например Человек Звони другому Как дела Он говорит Ну попал в аварию Ну понял Попал в аварию Хорошо Значит А что нового еще Ну еще нового Вот сейчас там Температура Температура на улице Там Плюс 8 Он говорит Понял Попал в аварию Температура плюс 8 Какие планы Он говорит Планы Значит Ну там Ногу я сломал Дипс наложили Буду Значит ногу лечить Он понял Это называется Нейтральная интерпретация Того что произошло То есть идет интерпретация Это только события Авария Плюс 8 Ногу Буду Нога поломана Буду лечить Теперь второй тип интерпретации Это негативная интерпретация Как дела Он говорит Дела Ужас Просто Вообще Кошмар Хуже не придумаешь Тот говорит Что случилось Говорит Да попал в аварию Вообще Это жуть Вообще Я такой невезучий Жизнь вообще ужас Ты что не знаешь Какое ужасное у нас Дороги Какие ужасные у нас Машины Какие ужасные у нас Врачи Это называется А как А еще что нового Погода Жуть вообще Холодина Вообще Собаку на улицу Не выгонишь Вообще Погода все хуже И хуже То похолодание То потепление Жуть вообще Смертная Это негативная интерпретация Что с ногой Нога наверное Отпадет Вот ногу сломал Но шансов Я думаю Нету Вообще Выжить С этой медициной Наверное И одна отпадет И вторая отпадет Все отпадет Это негативная интерпретация Теперь позитивная интерпретация Как дела Сейчас обхохочешься Прикинь Сейчас я тебе говорю У меня не жизнь А комедия Ехал на машине Прикинь вообще И тут какой-то дурак Значит Меня въезжает Ну говорит Просто смех какой-то Вообще И ты знаешь Я давно хотел машину поменять И сейчас как раз Вот у меня Повод такой Чтобы поменяю машину На велосипед Хотя конечно Велосипед я пока не могу Опять смешно Потому что Потому что Смешно в чем Заключается Что сейчас Плюс 8 На велосипеде не наездишься Вот Вообще Комедия какая-то А вот еще Значит Тут спрашивают Ну а планы какие Он говорит Планы у меня Грандиозные Грандиозные планы Я же ногу сломал Он говорит Это ж как мне повезло Что я ногу сломал Я значит Теперь смогу С поломанной ногой Буду сейчас заниматься Пилатесом Всю жизнь мечтал Пилатесом Йогой заняться А вот сейчас Я ногу поломал Как раз самое время И как раз У меня освободилось Время Выучил английский Вообще Дела замечательные Планы грандиозные Это позитивная интерпретация То есть Мы видели сейчас Три интерпретации Значит Нейтральная Авария Плюс 8 Ногу сломал Буду лечить Негативная Все Кончено Я умираю Позитивная Все к лучшему Я значит Буду смеяться Искусство Рефрейминга Это Рефрейминг Это умение Переформулировать То что происходит За Как бы Фрейм Это рамка Поставив события В рамку Контекста Теперь получается Он здесь Приводит Что Ну по факту Фактами Никто не оперирует Все оперируют Интерпретациями И он тут Приводит Очень хорошие Вопросы Которые Которые Помогают Человеку Выбирать Позитивную Интерпретацию Конечно Мы все знаем Что позитивная Интерпретация Лучше Если мы Благодарим Всевышнего Это лучше Если мы Позитивно настроены Это лучше Царь Соломон В Мишле Сказал Что если у человека Веселое сердце Это его Оздоравливает А если у человека Сломленный дух То это его Ну ломает Гниют кости Там В общем Все только хуже Ученые доказали Что если человек В радостном состоянии У него там Дофамин Серотонин Вот эти все Гормоны радости То у него Резко улучшается Иммунитет Энергетика Уверенность в себе И так далее То есть Однозначно Что позитивные Интерпретации Лучше Чем негативные И вот он Приводит Здесь вопросы Которые помогут Нам позитивно Интерпретировать Например What is good About this Когда что-то происходит Нужно себя Просто спросить А что хорошего В этом Да Когда человек Попал в аварию А что в этом Хорошего Если не помогает How can I grow From this experience А как я могу Вырасти От этого Опыта Третий вопрос How can I find A long term benefit Как я могу найти Долгосрочные Плюсы Из того Что произошло Или какую Черту характера Это помогает Мне развить Что из того Что случилось Не настолько Не сильно плохо Какие Креативные Возможности В дальнейшем Это событие Открывает Для меня Как я буду Смотреть на это Через год Через 10 лет Через 50 лет Что смешного В этом Прям такой вопрос Он предлагает Чтобы сделать Позитивный рефрейминг Что в этом Смешного Вот я прямо Хочу позвонить У меня есть Один друг Который Вот он для меня Был всегда Образцом Того Что он умел В самых плохих Ситуациях Сделать Что ему весело И потом он Очень добился Больших успехов Мне интересно Что с ним дальше стало Потому что Вот я позвоню Ему прямо Реально сейчас Закончу Позвоню Интересно Он во всем Находил смешное Как я могу Использовать Этот опыт Для моего Духовного Просветления Да То есть то Что мы сегодня Изучали Как можно И в неприятности Это самое В яме Если ты благодаришь Всевышнего То это делает Просветление Как я могу Это объяснить Для кого-то другого Или есть вопрос Такой Что сказал бы Мастер Рефреминга Мастер Переинтерпретации Позитивных О моей ситуации Чтобы он Если я сам Не могу ничего Хорошего придумать Что он бы придумал В общем Мы сегодня Так глубоко Копнули Я вам скажу Что мы глубоко Копнули С двух сторон Вот нам Шошана Кац Пишет Что она Что она Инвалид в колясте Во время короны Прошла три курса Онлайн За которые Благодарю Всевышнего Вот и так далее То есть мы знаем Есть у нас Примеры И Ник Вуйчич И так далее Да Вот Хорошо друзья В общем мы сегодня Узнали что Первое Какой смысл В духовном плане Когда ты находишься В яме Перевернуть Просто Переинтерпретировать Все это И увидеть В этом свет Всевышнего Это прям Реальный Такой Трансформационный Опыт И путь Ко Всевышнему И второе Что мы изучили Что действительно Рефреминг Это нормальное Психологическое Свойство ума Умение Переформатировать То что происходит И умение Поставить Это Завернуть В какую-то Интерпретацию И дальше Сам каждый Выбирает Какие интерпретации Ему делать Вам огромное Спасибо Благодарю Вас Благодарю Всевышнего За уникальный Опыт Который У нас есть Что мы можем Проводить Вот эти Прекрасные уроки Спасибо Платформе Ваикра Которая нам Все это организовывает Спасибо за вашу Помощь Что вы помогаете Платформе Ваикра И что вы Появляетесь Партнерами По распространению Знаний Ободе Что Бог Он Хозяин мира Творец Хозяин мира Создателя Когда весь мир Узнает Что Бог Единый Имя его Едино В этот момент Придет Маше И мы Увидим Невероятный Свет И это Нам Очень Сейчас Нужно Потому что Мир Сейчас Находится В таком Пике Знаете В таком Завороте В таком Интересном Идет Трансформация Мира И вот Каждого Вот тот Свет Который Мы с вами Создаем Он Может Вывести И он Выведет Мир И мы Значит Увидим Проявление Всевышнего Потому что Бог Один Имя Единое Все Всем До Завтра Всем До Завтра Удачи